добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновалова мы по-прежнему еще в сетчатом одеянии а значит мошка бушует и стрекоза не стала еще на крыло но она уже у нас появляется значит еще немножечко помучится и у нас мошка пропадет это видео для тех кто обратил внимание что у меня на теплице есть притеняющая сетка и некоторые мои растения томаты тоже прикрытые притеняющей сеткой и вот возникают периодически вопросы что это для чего и какую лучше покупать я об этом вам сегодня расскажу вообще притеняющая сетка это вот палочка-выручалочка для многих огородников и огромная благодарность производителям этой чудо сетки поскольку она вообще и спасает от солнечных ожогов она спасает от многих вещей я сейчас вам обо всем расскажу у нас притеняющая сетка и на теплице у нас притеняющая сетка и на томатах с баклажан и перчика я уже сняла но мне кажется я сделала это рановато и буду опять натягивать затеняющая сетка кто-то ее называет притеняющая сетка она в первую очередь предназначена для повышения урожайности и защиты растения от преждевременного увядания если накрывать огурчики то затеняющая сетка предотвращает высыхание грунта и растений а также она эта сеточка способствует повышение урожайности где-то в среднем на 10-15 процентов и на самом деле это так а вот если применять на теплицах то есть снаружи когда мы натягиваем эту затеняющую сетку то таким образом мы обеспечиваем защиту от излишнего ультрафиолетового излучения то есть от излишних солнечных лучей и затенением должно быть пределах 70 или 80 процентов если вы хотите дополнительно защитить свою теплицу от прямых солнечных лучей которые обжигают ваше растение то нужно учитывать если у вас у в защита поликарбоната если есть защита поликарбоната то можно 50 55 процентную взять сеточку если двойная у защита 30 35 процентов но опять же тут все зависит от региона у нас лето жаркое солнечные лучи и палящие и несмотря на то что у нас теплица с двойной у в защитой я все равно уже не первый год прикрываю ее притеняющей сеткой 80 процентов проникающей способности то есть им не растение как росли хорошо так растут они себя более комфортно чувствуют у них нет преждевременного увядания они хорошо плодоносят потом когда уже плодоносят основной стул я пускаю дополнительные пасынки они плодоносят вот для моей теплицы для нашего региона защитить теплицу сверху притеняющий затеняющие сеткой можно 70 или 80 процентов самые легкие модели которые на сегодняшний день продаются в магазинах там на складах они пропускают довольно большой объем солнечных лучей поэтому их лучше использовать при выращивании таких вот растений которые больше любят солнце например арбуз дыня ну даже огурчики более плотные варианты подходят для защиты перцев томатов для защиты капусты для защиты баклажана есть конечно еще и такие вот плотные совсем плотные сетки которые обладают максимальной защитой от солнца но их уже применяет при обустройстве там ограждений заборов или там при создании зон отдыха так теперь а сетки вот эти затеняющие притеняющие они продаются в рулонах и можно купить этот метраж который вам нужен но нужно учитывать конечно и ширину чтобы не было много отходов поэтому смотрите в рулонах продаются сетки где-то от 2 до 4 метров то есть ширина 2 3 и 4 метра вот например для томатов мы приобрели ширину 3 метра а для теплицы шириной 4 метра то есть тут вы уже сами должны посчитать что лучше купить как какой ширины вам лучше купите притеняющую сетку чтобы свести отходы к минимуму вообще по своей сути притеняющая сетка это универсальный материал так как он защищает наши растения наши с вами труды от палящего солнца от града и ураганного ветра притеняющая сетка она имеет ряд преимуществ например абсолютно безопасно для здоровья человека это экологически безопасный продукт она легко весит легко закрепляется существует разная ширина существует разный уровень плотности от 25 до 80 процентов тех регионах где не только палящее солнце но еще ураганный ветер например как у нас волгоградской области то это сеточка создает дополнительную защиту не только от ветра но от града и еще и эта сетка предотвращает поражение растений она не тянется ее трудно порвать срок эксплуатации до 7 лет жаркое палящее солнце на нее никак не действует не растягивает в общем она не рассыпается от него кстати наш виноград когда уже начинают созревать ягодки мы точно так же используем эту сетку для того чтобы защитить виноград от птиц у нас был печальный опыт когда стая воробьев за считанные секунды за 7 9 секунд склевали целый ряд нашего винного винограда но многие мои подписчики и зрители знают что мы занимаемся и виноградом и вином и чачей так еще что я хотела бы сказать по поводу притеняющей сетки у нас сеткой накрыта теплица 80 процентным уровнем плотности в открытом грунте вот томаты которые мы накрыли в открытом грунте 55 процентов и вот смотрите сетки все бывают разных оттенков и это не просто так зеленая сетка для растений это оптимальный вариант даже можно сказать самый лучший вариант для различных растений эта сетка позволяет создать благоприятный микроклимат для роста и развития существуют еще и красные затеняющие сетки вот они предназначены для того чтобы повысить урожайность и положительно влияют на качество плодов это уже даже об этом говорят научные труды а также помогают предотвратить распространение патогена микрофлора красная сетка притеняющая она позитивно влияет на образование завязи она ускоряет рост растений сокращает циклы вызревания плодов но она не так хорошо защищает от прямых солнечных лучей поэтому в жарких южных регионах где солнце палящее конечно лучше ее не использовать теперь помимо зеленой и красной а сетки есть еще серо-зеленая сетка точнее даже не серо-зеленая она наверно все таки серо-синяя сетка это оптимальный выбор для цветочных культур вот такая сетка она благотворно влияет на рост побегов на закладку цветоносов и эти сетки предназначены для защиты растений от заморозков то есть понятно да существуют разные оттенки сетки и это не просто так что вот взяла производителей захотел сделать зеленую красную и такой серо-синю или серо-зеленую сетку теперь как крепить а крепить очень легко на теплицу с наружной стороны мы откручиваем сначала болтики винтики я не знаю как это правильно называть я не строитель откручиваем цепляем и опять закручиваем то есть не надо никаких дополнительных крепежей а вот на улице мы можем ее натянуть на дуги очень хорошо крепится на дуги она при помощи там может проволоки может прищепки и сетку эту можно если у вас шпалеры точно также на шпалеры мы лично на шпалеры крепим строительными скобами строительным степлером очень удобно не болтается не рвется и затем края мы натягиваем веревочками чтобы защитить низкорослые томаты и уже тут и есть такие вот строительные приспособления крючочки не знаю как это правильно называется лично этим я занималась в землю втыкала привязывала и вот низкорослые томаты у нас получается точно также хорошо защищены от ветра сильного волгоградский ветер ознаком многим от палящего солнца ну а теперь я конечно хочу показать вам результат моего выращивания томатов все знают что я за натуральное органическое земледелие и плюс конечно же вот такие вот защитные средства как притеняющая сетка позволяют вырастить вот такие вот красивые томатики которые на сегодняшний день у нас выглядит таким вот образом часть уже спеет но я никому из домочадцев не разрешаю их срывать потому что я считаю что гроздь должна полностью созреть и плюс я обещала для своих подписчиков сделать обзорное видео обо всех вот этих вот удивительных сортах томатов которые мне прислала коллекционер садовод розалия это все для меня абсолютно новые сортовые помидоры мне кажется что они будут достаточно вкусными урожайными это я уже вижу на сегодняшний день что урожайные и в общем обо всем я буду рассказывать как определить что вашим томатам необходимо притеняющая сетка я вам сейчас покажу свою главную ошибку лежала сетка но мне видите ли не до нее было потому что мошкара мне не давала возможность натянуть вот обратите внимание вот это вот уже ожог на томатах от прямых солнечных лучей этот сорт видимо не устойчив к сильной жаре и вот прямые солнечные лучи 2 томата мне немножечко поразили надеюсь что это единичный случай и дальше не пойдет ну вот друзья и все что я вам хотела рассказать и показать надеюсь информация моя оказалась для вас полезной я жду ваши вопросы буду на все вопросы отвечать в ближайшем видео обзоре я с вами прощаюсь желаю вам только хорошего настроения крепкого здоровья богатого урожая всего доброго до свидания а